для чего нужна стратегия win-win вы же слышали об этом это когда оба побеждают победа победа так вот я передам пример я сейчас записываю это видео в аэропорту города иркутска в москве снегопады мы таком в режиме ожидания же нажали посадки а вот чай отдыхал на байкале я весь день бродил по льду просто неустанно с восьми утра и буквально до восьми вечера провел на улице в минус 15 минус 20 и очень доволен этим видите лицо немного у меня румянцем покрылась ну так вот про стратегию win-win звоню вчера вечером в гостиницу называется на крестовая пать и я именно там хотел разместиться мне и порекомендовали звание говорю следующие слова здравствуйте скажите сколько вас стоит номер есть очень свободный мир анга и да есть конечно же да и сразу говорит стоимость стоит и не помню цену там поможет 6 тысяч рублей понял ну мне до утра нужно остаться можно да она говорит да у нас есть полсуток 2 950 я буду хорошо бронируйте я скоро подойду вот мне откровенно говоря что что три тысячи что шесть тысяч разница есть но но как не так они ключевая я все равно собирался туда ехать однако что произошло с одной стороны компания проиграла в том смысле что я даже не торговался и не собирался торговаться хотя антре не говорю торгуйтесь чаще для того чтобы навык получать этот навык уже много раз получил здесь не нужно было просто узнать забронированный номер забронировать номер и и прийти но я сказал сразу не до утра можно стать я хочу утра остаться можно и она не то что сказала можно сказала да и у нас есть полсуток стоимость 250 фактически после этой фразы с одной стороны она компания потеряла 50 процентов стоимости номера потому что я бы соответственно купил бы и так но с другой стороны если задуматься все-таки они же не знают кто там на проводе собирается не собирается к ним идти компания выиграла благодаря тому что она ну скажем так если человека принципиально сумма что компания не проиграет эти 50 процентов стоимости это и другое первая стратегия конечно прислала в два раза больше дохода но риски более высокие и лояльность моя если бы я узнал например что пол суток еще возможно можно было бы сделать они меня я упадал что они вообще меня обманули и в результате они получили и первые лояльного клиента и 2 клиент еще сейчас рассказывает об этом с названием гостиницы кстати говоря ну и наконец третье я получил ту же самую услугу по цене меньше поэтому win-win что означает побеждайте и вы пусть побеждает клиент и не бойтесь идти на встречу клиенту и вот в этой работе менеджера скорее я бы не ругал ее а хвалил за то что она повысила вероятно что клиент скажет да потому что самый дорогой номер как говорят владельцы отелей самый дорогой номер это номер который стоит без без лентов и еще один случай про венгин в этом же аэропорту в котором я сейчас нахожусь напомню город иркутск и я здесь был месяц назад точно такой же рейс иркутск москва вылетал я приобрел там рыбу сейчас даже покажу какую сейчас чтобы не мешать я приобрел вот такой вот омуля и взял несколько упаковок как и сейчас подарки он такой свеженький три дня назад сделал вот 3 февраля 18 года но еще что произошло в прошлый раз я достану еще кое-что из магического пакета для того чтобы расскажу полноценнее а еще в прошлый раз я приобрел вот это точнее я оплатил я много чего набрал икры еще что-либо вот и этот иван чай очень его люблю но так получил получилось что мне в пакет не положили я сел самолет посмотрел пакет хотела поразглядывать и понял что его там нет потерять было невозможно пакет был идентичный я сразу самолет проверил но все я почувствовал себя не то что обманутым но немного почувствовал что профи остался без вам чая вот и все чуть расстраиваться я хотела на байкальские тут живут что-то с жимолостью что такое однако что произошло спустя месяц я сегодня утром подошел естественно это не взял никаких чеков много времени прошло утром с улыбкой исправил доброе утро вы знаете я с вопросом я вот месяц назад он тот чай у вас приобретал чай чай приобретал и много чего купил а вот чаем не положили вот скажите вот как здесь быть я просто как быть и мне был интересен ответ вот как она скажет например варианта какие же вы же сами знаете что первый вариант ну и чего сами должны были думать второй вариант ну извините другой администратор здесь был кстати так и было и я девушку не узнала нами естественно тоже это был другой продавец уже но она сказала прямо хорошо сначала она попыталась как-то с возражения по работам это к сожалению я была ну вы решите как как уже нужно я что-нибудь у вас приобрету еще дополнительно и после этой фразы скала хорошо хорошо я иван чай вам я вам чай дополнил выбирайте пожалуйста я выбрал даже больше чем собирался и приобрел и вот получил этот чай компания потеряла потом стоит 260 рублей 260 рублей она потеряла с другой стороны она приобрела лояльность клиента который знает знает что если вдруг гипотетически его обман здесь то ну если что обман что-то не заложит еще что-то то гарантия возврата и правды будет на 100 процентов и более того я об этом случае могу рассказать я думаю что руководство с руководством она сможет поговорить что не она унесла этот чай или знаете так чтобы для полноты картины я вам расскажу сейчас еще один пример но в следующем виде